13 декабря состоялась прямая линия главы Каспийска Бориса Гонцова. В эфире прозвучал вопрос постоянных потопов в микрорайоне очистных сооружений после выпадения обильных осадков в виде снега или дождя. Вот как закрыли двенажную трубу, и вот эта проблема у нас началась здесь. Все обвиняют нас, там дома неправильно построили, не там построили. Первый год, когда нас отопил, вводил улицу, пришел Заур Магомед Расул, наш депутат, он пришел, засыпал, поднял эту улицу. Спасибо вам большое. Но опять-таки, сверху этой щебенки, опять у нас вода стоит здесь. Эта проблема не решилась. На сегодняшний день горожане обратились в администрацию города с просьбой посодействовать в устранении данной проблемы. Представители администрации посетили микрорайон и незамедлительно начали работу по откачке воды. Здесь проблемные вопросы у нас есть по отводу воды. Благодаря усилиям МЧС нам предоставили насосную станцию, КНС Большой. Мы здесь с пятницы вечером, с субботы, в воскресенье до 10 утра выкачивали воду. Воду выкачали. И в дальнейшем будем помогать людям для выкачивания воды. Вы видите, как собралась вода, опять идет подводная вода. Но мы будем работать в том направлении, чтобы люди не страдали, и людям будем помогать. 18 декабря была собрана рабочая и инициативная группа для того, чтобы совместными усилиями разрешить данный вопрос. Так, на место потопа прибыли представители администрации Каспийска во главе с первым заместителем главы города Сергеем Шахвалиевым. На сегодняшний момент есть решение этой проблемы следующее. Это локальное, которое мы можем предотвращать в период подтопления. Для этого водоканалу дано поручение, они проработают, представят смету для временного отвода сточных вод. И глобальное. Что касается глобального, на сегодняшний момент единым оператором заключен контракт по увеличению объема сточных вод, что позволит в будущем не собираться такому большому количеству воды на этой улице. 23 декабря была собрана очередная инициативная группа для встречи с директором филиала «Единый оператор» Каспийского водоканала Магомедзагиром Исаевым. В ходе встречи стороны обсудили всевозможные способы решения вопроса и определения причины возникновения данных потопов. Проблема потопов этих улиц, Кирова, линия первая, вторая, третья, четвертая и так далее, то, что отсутствует ливневая система водоотведения. В обычную погоду канализационная система транспортирует бытовые стоки и не вызывает никаких проблем. Но во время дождей, так как сама система водоотведения рассчитана на транспортировку бытовых стоков, во время ливневых дождей она перегружается. Директор филиала «Единого оператора» Каспийского водоканала Магомедзагир Исаев рассказывает, что на главной канализационной насосной станции присутствует приемная шахта глубиной 30 метров. В обычную погоду она набирает уровень в 10 метров. А во время дождей уровень шахты поднимается на 26. Это критический уровень. То есть, когда она наполняется до критического уровня, то такие действия дают обратный эффект. А это значит, что ливневым стокам уходить некуда. По этой причине сотрудники водоканала не успевают ее перекачивать на чистные сооружения. В совместно с администрацией, как в прошлом году тоже стала эта проблема, в совместно с администрацией был разработан план реконструкции главной канализационной насосной станции. В 1923 году уже утвердили проект. Проект прошел экспертизу. В 1924 году у нас запланирована реконструкция главной канализационной насосной станции. Что включает в себя эта реконструкция? Это замена насосов на более мощные. Замена напорных коллекторов, идущих от главной насосной станции до очистных сооружений. После реконструкции будут стоять 4 двигателя по 1250 кубов. А это получается около 5000 кубов. В общем, за час. Так мы избавимся от затоплений на данных улицах. Потому что будем откачивать бытовые и ливневые стоки, поясняет Магомед Загир Исаев. Вся канализационная система этих линий, она у нас попадает на главную насосную станцию по так называемой приморской линии водоотведения. Сейчас в данный момент ребята работают, у нас добавляют на эту линию тоже колодцы, чтобы в дальнейшем было легче прочищать и на коротких промежутках не было у нас засоров. Там бывает частые засоры, потому что отсюда вся ливневая, ливневые стоки и бытовые отходы и так далее. Вместе когда попадают, она заиливается. Данные работы планируется завершить к концу 2024 года. Стоит подчеркнуть, что данный вопрос находится на контроле у первого заместителя главы города Сергея Шахвалиева. Продолжение следует...